МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте подведем его итоги, каким он был для торгово-промышленной палаты. На мой взгляд, не очень плохим с точки зрения результатов, которые мы добились. Мне кажется, нам есть чем отчитаться перед нашими членами торгово-промышленной палаты. В первую очередь, главное, это работа с законодателями нормотворчества. Здесь у нас очень неплохие, на мой взгляд, результаты в работе с Государственной Думой, с Советом Федерации. Мы в течение года сопровождали 130 законов. Мы считаем, что в этом плане достаточно неплохо поработали. Неплохие цифры имеем в оценке регулирующего здесь, даже слишком большие. Неплохо поработали над новыми проектами, которыми мы занимались в течение года. Ну, некоторые из них связаны с нашим столетием, которое у нас было. Например, 100 проектов под патронатом президента торгово-промышленной палаты. Мы занялись очень серьезно темой семейного бизнеса. Провели первый в истории современной России семейный форум. Поэтому, в целом, мы оцениваем так достаточно неплохо результат нашей работы. По поводу программы развития семейного предпринимательства. Да. Вот насколько такая программа может быть эффективной в России? И вот когда, как вы думаете, она будет запущена? Программу не узнаю. А когда будет запущена, это более такой глобальный вопрос. Первый форум, по сути, это было сканирование ситуации, а что вообще у нас происходит с семейным бизнесом в России. Есть ли он, каких он масштабов, насколько это вообще семейное предпринимательство в стране развито. Ну, я думаю, вы знаете, что процентов 80-85 бизнеса вообще в мире – это семейный бизнес. У нас тоже были огромнейшие традиции, замечательные традиции, там и Мамонтово, и Бушинский, и прочее, и прочее. Тема очень серьезная, там очень много проблем оказалось, даже самых простых. Нужно со всеми членами семьи, которые у тебя работают, заключать трудовые отношения, оформлять. По каждому такому соглашению надо написать кучу отчетов, там, по-моему, 40, что ли, называли. Вот вы представьте, если у вас несколько членов семьи, за каждого еще там должны отчитаться. Ну, и системы, поощряющие развитие семейного бизнеса, тоже на сегодняшний день не существует. Это большей частью, конечно, малые предприятия, даже иногда микропредприятия до 15 человек в большинстве своем. Мы считаем, что это важнейшая тема, потому что это якорь российской экономики, понимаете. Это те, кто никогда никуда не поедет, никуда никакой свой бизнес не повезет. И деньги туда не будет переводить, потому что здесь у него еще дети, здесь у него внуки, и он хочет, чтобы это передавалось, чтобы это по наследству перешло. Очень хотели бы поработать на том, чтобы по максимуму им помочь. С точки зрения льготного финансирования, с точки зрения, возможно, и каких-то налоговых преференций, с точки зрения оформления в цветах упрощения всех процедур. Мы говорили даже с ними о семейном патенте. То есть там достаточно большой такой пакет проблем, над которыми надо потрудиться. Мы изучаем зарубежный опыт, где и каким образом регулируется. Поднимаем сейчас историю нашу, как это регулировалось в Царской империи. Это регулировалось, и есть соответствующие документы, поэтому мы сейчас изучаем и то, и другое. Как вы считаете, как обстоят дела с налоговым регулированием в России? Ну, первое. Сначала те, кто администрирует налоги. Про нашу налоговую службу. Вот она за эти годы сделала гигантские просто шаги. Без тени сомнений могу сказать, что сегодня это одна из лучших налоговых служб в мире. Потому что у них сегодня столько новаций уже внедрено. Даже во многих развитых странах такого набора новаций нет. И личные кабинеты, и возможность в электронной виде. Все, что хочешь оплатить, и налоги, и все остальное. У нас раньше был шквал просто всяких писем, критических замечаний, просьба помочь разобраться с налоговой на том уровне, на этом и так далее. Сегодня это уже единичное обращение. Поэтому с точки зрения администрирования, мне кажется, мы вышли на очень приличный уровень. Самые налоги по существу. Конечно, для инвесторов, да и для бизнеса в целом российского, не очень приятно, что он у нас такой подвижный. Налоговый кодекс, который в год в среднем где-то по 30 законов принимается о внесении каких-нибудь изменений точечных. Ведь бизнес в чем заинтересован? Стабильность и предсказуемость. Как в политическом плане, так и в экономическом, естественно, в налогах. Очень серьезная тема, и она нас волнует очень сильно, это неналоговые платежи. Для бизнеса она очень важна. И с точки зрения количества, которое никто не контролирует, и наворачиваются эти неналоговые платежи. И с точки зрения содержания, по многим из них никто не знает, куда деньги тратятся и зачем берут в таком масштабе, а не в каком другом. И с точки зрения объема финансов, которые уходят на эти неналоговые платежи. Ну и, конечно, для нас очень огорчительно повышение НДС на 2%. Это повышение расходов предприятий, повышение цен на продукцию, повышение инфляции. Ну и все, что за этим катится автоматически. Давайте с вами поговорим немного о технологиях. Как вы оцениваете роль цифровых технологий в развитии российской экономики? По сути, подтвердил бы то, что президент сказал. Вот те, кто сегодня не освоит эти цифровые технологии, те останутся на задворках всемирного экономического развития. Что важно? Первые кадры. Мы провозгласили цифровизацию, но, мне кажется, на сегодняшний день еще не видим вообще достойного качества и достаточного количества специалистов, которые могли бы это все воплощать на земле, не только в федеральном центре. Я думаю, что здесь специалистов хватает. Но вообще, если мы говорим о том, что это цифровизация экономики, то мы говорим о всех предприятиях, в том числе и малых. И одна из программ, которые наш институт сейчас разработал и ведет, это программа как раз для тех, кто работает в малом бизнесе, что такое цифровизация, как достичь каких-то успехов в этом направлении, в вашем малом предприятии. Потому что многие вообще просто не понимают, а что можно сделать для цифровизации в моем там малом предприятии. Поэтому здесь огромный пласт работы с малым бизнесом. В течение этого года было принято ряд вообще санкций в отношении российских компаний, отдельных представителей нашей страны. На ваш взгляд вообще, как санкции повлияли на развитие вот именно нашего российского бизнеса? Есть позитив. Несомненный. Вот для меня, например, несомненный. Санкции повернули наши элиты и политические, экономические элиты лицом к своей стране в первую очередь. Мне кажется, сейчас окончательное осознание того, что никто нам не поможет, кроме нас самих, пришло ко всем. Что в любой момент можно оказаться без технологии, без станка, без финансирования, соответственно, и так далее. Поэтому в первую очередь надо развивать и соответствующие институты, и соответствующие направления, технологии, так, чтобы можно было быть импортно-независимым. Второе. Это подхлеснуло некоторые отрасли очень серьезно к росту. Сельское хозяйство. Это яркий пример. И селяне сегодня каждое утро встают и молятся Богу, чтобы санкции вообще никогда не отменяли. Потому что они в этом ситуации чувствуют себя очень неплохо. Здорово поработало импортозамещение. Сейчас и в станкостроении там есть уже результаты появились в производстве российских станков. С точки зрения негатива, самый большой, конечно, для нас урон нанесли санкции с точки зрения финансов. Вот это отсутствие финансирования на рынках, на которых привыкли работать и наши банковские структуры, и крупные компании, корпорации наши. Когда в один момент все это обрезали, естественно, что найти новые рынки не так просто финансово, где много денег, и они такие же дешевые, как там в Европе или в Америке. Это первое. Второе – это документообороты, это уже по-другому. Другие традиции, другие люди. В арабском мире, конечно, денег много, но там другие традиции, по-другому подходят. Много надо, так сказать, чего поменять. Многие компании приостановили свои проекты, инвестиционные проекты на территории России в силу отсутствия этого же финансирования. Если это проект в России, то банки там немецкие, американские, французские, они, конечно, уже денег не дают, чтобы не попасть самим под удар. Ну и самое главное, что и наши партнеры зарубежные говорят, они же понимают, что с рынка уйти-то легко, а вернуться-то потом может оказаться, что некуда. Ниши уже будут просто заняты, потому что работают Китай, работают Латинская Америка, работают азиатские страны. Санкции никому радости не доставили. Ну, политики там, конечно, по-своему разбираются, но с точки зрения бизнеса... Конечно, хотелось бы, чтобы бизнес все-таки был вне политики, но пока это, к сожалению, невозможно. 2019 год. Какие цели и задачи есть у торгово-промышленной палаты? Ну, первое, чтобы система работала одинаково качество по всей стране. У нас 180 палат, и, конечно, мы сегодня большей частью говорим о том, что сконцентрировано в федеральной палате, но палата без системы, палат в регионах – это не палата. Мы очень надеемся, и у нас теперь право такое появилось, развивать Международный коммерческий арбитражный суд в регионах. Нам дали право образовывать филиалы, и мы хотели бы, конечно, эту сеть филиалов, МКС, его авторитетом. Он с 1932 года существует. Это самый старый институт третейского разбирательства в нашей стране. Для нас важно его развивать. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам.